В России три беды. Дураки, дороги и кадыровцы. До вторжения в Украину у них был статус элитных воинов. Универсальных солдат, которые одной бровью могут захватить всю Украину. Украинский проблемный вопрос, это даже не уровень президента в стране, это мой уровень. Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос. Или присоединил бы в Чеченскую республику, в Украину, ты давно забрал бы. Я и тогда, когда говорил, после Крыма надо забрать Киев. Но при первой же встрече с реальным противником, Ахмад Сила превратился в Ахмад Бегства. Пехотинцы Путина и личная гвардия Рамзана успешно могут наступать только в одном направлении. В направлении назад. Вы, Викторий, я это Россия, я герой России, генерал, гость, Чеченской республики, госслужащий. Я это Россия. Это история о картонных войсках, которые должны были захватить Лондон, но отхватили под Киевом и стали мемом. После киевского разгрома кадыровцы быстро смекнули, что в реальном бою им ловить нечего, и иритировались с фронта в ТикТок. И вот там им уже никто не мог помешать побеждать. Вот расстреливают светофор. А тут изрешутили гаражную дверь. Хотели показать, что спокойно гуляют по улицам украинских городов, но попадали при звуках выстрелов. По-другому и быть не могло, потому что ахматовцы – это не солдаты, это рэкетиры, это зондеркоманда Кадырова. Единственная задача которых – кошмарить бизнес и расправляться с оппозицией. Противостоять гей-парадам и одиночным пикетам они всегда готовы. Самое страшное – это то, что это ЛГБТ, эта грязь может прийти в наши дома. Что наши дети могли бы ходить под этими флагами – это для нас с вами и самое страшное. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алей-салям. Но против сил обороны Украины они бесполезны и беспомощны. Поэтому главное оружие Ахмата – это не автомат и миномет. Это фотошлем и его величество монтаж. Последняя подобная победа буквально подорвала пятые точки зет-патриотов. Все уже видели видео нашего бойца возле магазина «Пятерочка». Ахматовцы решили взять это видео и показать, как они героически воюют. Отрицательно развитые товарищи просто взяли и приклеили в конце взрыв. Сеть буквально разорвала от такой тупой и циничной подделки. Ватники всех мастей начали требовать убрать Ахматы лично его командира Алаудинова, чтобы они не позорили армию РФ. И тут произошло невероятное. Ахмат отступил даже в ТикТоке. Позорное видео быстро удалили. Но, думаю, без контента мы останемся ненадолго. Ждем видосик, как кадыровцы прикладом отражают удар грязной бомбы. Кадыровцы воруют, мародерствуют, живут в чужих домах. Откуда, кстати, записывают свои веселые ролики. Вот так. Нормально проводим время. Самое страшное это то, что это ЛГБТ, эта грязь может прийти в наши дома. Что наши дети могли бы ходить под этими флагами, это для нас с вами есть самое страшное. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейсалям. Мы это ни от кого не скрываем. Командует потешными войсками настоящий свадебный генерал, некий Апти Алаудинов. Человек, который за последние несколько недель стал чемпионом по мемам, обогнав таких мастодонтов, как Григорьевича и Рамзанчика. Сейчас для жителей Российской Федерации, жителей Курской области, приграничных регионов с Украином очень тяжелые времена. Потому что после этой битвы Украина падет. Это падет не Украина, а весь блок НАТО, вся Европа и Америка, которые поддерживают Украину. Падут они все вместе взятые. Також я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить нюхать клей. Если кто не знает, Алаудинов со своим Ахматом до сих пор держит границу в Курской области на замке. Они не пропустили ни одного украинского солдата. Там, где есть Ахмат, он стоит и, как говорится, враг не прошел. Вот там, где его нету, Ахмат не может находиться на участке в 400 километров границей Российской Федерации. Так что попрошу не разгонять, значит, детский сад. Ахматовцы героически пытаются вступить в бой с украинцами, но постоянно чуть-чуть не успевают. Хитрые украинцы всегда наступают там, откуда кадыровцы сбежали. Все ребята, которые наши подразделения Ахмат-другой, которые здесь находились на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там. Потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил. Не успевать на войну – это вообще традиция Ахмата. Все мы помним комедийный сериал «Как я не встретил Пригожина». Тогда кадыровцы тоже очень долго ехали защищать Москву от бунта Вагнера, но так и не доехали. Ахмат – это не воинское подразделение. Это пиар-отдел. Его задача – показать непобедимость режима. Они дорого-богато экипированы, ездят на элитных машинах, записывают грозные видосики. Скоро Украины не будет, не переживайте. Ахмат сил, Аллаху, Акбар. Они больше не появятся здесь никогда в жизни. Мы Ахмат, Ахмат сил, Аллаху, Акбар. Но миф о кадыровцах жив до тех пор, пока они не вступают в реальный бой. Поэтому их держат подальше от фронта, в третьей линии, в оккупированном тылу или на безопасных участках. Как раз таким участком и была Курская область. Россия не ожидала там удара. Поэтому смело разместила там Ахмат. Кто же мог подумать, что на третий год полномасштабной войны украинцы посмеют напасть там, где Москва их не ждет? Так не честно! Конечно, хочется сказать. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Оккупанты уже 10 лет разоряют украинские земли. А тут, оказывается, война пришла в Россию неожиданно. Особенно смешно это слышать именно от Алаудинова, который с 22-го года всю Украину захватил и все НАТО победил. И мощь, и у вас непобедим, и не сомневайтесь. Я вам уже говорил, повода для того, чтобы кто бы то ни было сомневался, нету. Знаете, что в России есть мужчины, которые готовы до конца защищать свое отечество и делать свою работу так, насколько, как говорится, нас готовили к этому. А готовили нас к этому очень хорошо, поэтому все будет хорошо. У всех возникает логичный вопрос. А кто такой этот орликин? Откуда он вылупился и как докатился до жизни такой? Апти Алаудинов, или, как его называют, Лапти Аладина. А вот на данный момент какие задачи стоят, какие задачи предстоит решать с 15-го окна? Ну, задача у нас одна – это развитие ТикТока и моего канала. Лапти Аладина. Этот персонаж работал в правоохранительных органах Чечни, обслуживал пузатого диктатора и делал для Дин-Дона всю грязную работу. Его подозревают в жестоком преследовании противников Кадырова, а также в массовых убийствах. Да ты урод, настоящий у*****к. Естественно, в путинской России такой человек быстро поднимался по карьерной лестнице и в 22-м году стал генералом и героем России. «Человек, убивающий и пытающий русских, герой России». Иронично. Дошло до того, что Аладинова стали продвигать в преемнике умирающего Кадырова. Так сказать, чтобы уровень трэша в республике не снизился даже с обнулением Рамзана. Наши бойцы, я их контролирую круглосуточно, каждое направление. Действительно показывают чудеса мужества, что уже, получается, приводит руководство Украины к тому, что они уже начинают потихоньку у себя паниковать. Кадыров почувствовал, что должность главного шута ускользает и пошел во все тяжкие. Заказал на Алиэкспрессе сайбертрак и поставил на него пулемет. Как тебе такое, Илон Маск? Ждем ответку от лапти Аладина. Он установит на Теслу зенитку и будет на F-16 охотиться в Челябинской области. Аладдинов – олицетворение системы. Продажный, трусливый, невероятно жестокий и преданный режиму. Все эти качества отлично позволяют крышевать рынки и продвигаться по госслужбе. Но они бесполезны на войне. У меня к вам только один вопрос. Где же мы вас будем хоронить? Сатанисты живы, проклятые. Давайте составим небольшую хронологию действий кадыровцев в Курской области. Вот Ахмат скрепно проводит время в Судже за несколько дней до прихода в СУ. А вот Ахмата в Судже уже нет. Он испарился. Почему Ахмат не оборонял Суджу? Да потому, что все патроны потратил на более важные дела. Вот Аладдинов предлагает россиянам запастись попкорном и смотреть, как гвардия Диндона всех победит. Все успокаиваемся, берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Вот Ахмат героически в лесу побеждает белок и здравый смысл. Представляем вам кадр перестрелки кадыровцев с кустами. Ахмат жива! Ахмат! А вот неожиданно Ахматовцы в плену. Хотя, подождите, все же знают, что Ахмат в плен не сдается. Мне один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются, как львы. Говорят, у вас есть плен? Очень много пленных. Нет, это ваши чеченские плены собрали, украинские. А, ну это вот получилось на участке, о котором я говорю. На этот случай у Алаудинова есть железный аргумент. Ахматовцы, которые сдались в плен, уже не Ахматовцы. Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. А что, так можно было, что ли? Это гениально! Поэтому принципу Россия не потеряла часть Курской области, потому что потерянная территория – это уже не Россия. Среди нас Ахмат там бежал, и в принципе Ахмат бежал. Это все неправда, ребята, не слушайте. Мы как были на защите рубежей нашей великой родины, так и остаемся. Конечно! 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 Говорят, если все высказывания Алаудинова проиграть задом наперед, то получится припев песни Газманова «Есаул». Человек и его отряд, которые должны вызывать страх и ужас у врагов и особенно у своих, за три года превратились в посмешище и грустных клоунов. Все, что остается Ахмату – истерично записывать видео с извинениями тех, кто усомнился в величии Ахмата. Проговорил, что за подразделениями срочников, стоящих на нуле, стоят, дословно было сказано, тиктокеры. Не буду юлить, имелось в виду подразделение Ахмат. За что приношу перед вами и перед подразделением Ахмат свои извинения. Некоторые же люди, которые называют себя разного рода русскими и в разных каналах, пишут разную грязь. На нас, на кого бы то ни было еще, у вас никогда ничего не получится, потому что мы выше вас. Но теперь эти видео вызывают не страх, а раздражение и злость. Зет-братья уже открыто выступает против игрушечных солдатиков Кадырова и слов больше не подбирают. Все движется большими шагами к Третьей Чеченской. Если кто не в курсе, то, ну, я, видимо, открываю Америку. Потому что жить мирно и дружно, видимо, никто не хочет. Угрозы гражданам России расправой всяческой, а также все эти выкидоны с непонятными награждениями, с прощением террористов и все прочее. Это маразм, просто маразм. Группа российских офицеров даже написала жалобу Путину на Ахмат и Алаудинова лично. Они просят заткнуть Алаудинову рот и вообще убрать подальше от фронта. Мы тоже хотим обратиться к Путину и попросить не делать этого. Иначе где мы потом будем брать смешные видосики? Российская пропаганда раздула вокруг кадыровцев, ахматовцев, такой грозный, бравые такие воины, которые могут уничтожить все, к чему они прикасаются. Я считаю, что Украина должна закончить эту тему и больше не упоминать про кадыровцев, потому что они закончились еще 10 лет тому назад. Субтитры создавал DimaTorzok